Я, кстати, не разделяю вот такого злорадства, которое часто у моих коллег звучит по поводу происходящего сейчас в Америке. Я считаю, что когда такие большие корабли тонут, то образующаяся воронка крайне опасна и может затащить в большие беды корабли вокруг. Поэтому как раз ничего хорошего от проблем в Америке я ни для кого не вижу. То есть эпоха турбулентности – это не то, что нужно миру, который сейчас и так не может справиться с коронавирусом и с грядущим экономическим гигантским кризисом. Так что мне бы хотелось как раз, чтобы Америка успокоилась и пришла в чувства. Ну, Владимир, я с вами полностью согласен. И потом давайте называть вещи своими именами. Меня очень беспокоит то, что происходит с Америкой. Я начинаю всерьез думать, что то, что может произойти с Америкой, то, что произошло с Римской империей, и в какой-то мере то, что произошло с Советским Союзом. Мне раньше это казалось абсолютно невероятным в обозримой исторической перспективе. Сейчас я, к сожалению, это не могу исключить. Но никто не может исключить и другое, что Америка проходит через очень сложный период, но ей удастся найти правильное направление. Уже сейчас начинается новая избирательная кампания в Конгресс, и по многим опросам, например, республиканцы могут восстановить контроль над Палатой представителей. Я написал в свое время, в 90-е годы, что одна из самых глупых вещей, которые можно сделать, это издеваться над великой державой, когда она происходит через сложный период. Я тогда имел в виду, естественно, Россию. В конце я могу сказать то же самое в отношении Америки. Злорадствовать и издеваться над Америкой сегодня, это может быть с эмоциональной точки зрения для кого-то очень привлекательно, но строить на этом политику было бы весьма опасно, и у меня ощущение, что президент Путин и его советники это прекрасно понимают. Нет, но мы это ведем в себе более чем сдержанно, имеется в виду официальные власти. Хотя, конечно, не может не вызывать тревоги. Вот то, о чем сказала Мария Владимировна Захарова, рассказывая о вызове посла Соединенных Штатов в Министерство иностранных дел, когда были высказаны протесты по поводу ряда действий, но об этом уже у нас подробно было. Был большой телефонный разговор между президентом США и руководителем Китая. Там почти два часа говорили, но то, что сказала Псаки, ясно одно, что она не хочет сказать, о чем они говорили. Тоже, ну, скажем так, вежливо, непростая ситуация в отношениях между США и Китаем. Америка уверена, что они хотят вот одновременно разругаться с двумя державами? Америка, конечно, не хочет разругаться с двумя державами. И на словах это все признают. Но ведь тут надо понимать, что слов недостаточно. В американские слова, слова администрации Байдена, ни в Пекине, ни в Москве, ну, в общем-то, не очень верят. И поэтому, если администрация Байдена хочет иметь минимально нормальные отношения с этими двумя великими державами, ну, требуется какой-то элемент сдержанности, какое-то понимание, что можно с этими странами соперничать, соревноваться, где-то и как-то их критиковать. Но если ты хочешь с ними работать, то нельзя переходить определенную черту. Вот тут меня беспокоит заявление администрации Байдена, как они будут собирать в декабре саммит так называемых демократических стран, где они будут обсуждать борьбу против авторитаризма. То есть давайте переведем это на язык конкретных каких-то действий. Обсуждать борьбу против, в первую очередь, Китая и России. Ну, я не знаю, собираются ли они просто это делать на риторическом уровне. Если так, то не очень привлекательно, но не страшно. Но если они действительно сделают борьбу против авторитаризма, организующим принципам американской внешней политики, то, конечно, они будут объективно подталкивать Китай и Россию ближе друг к другу. И я согласен с администрацией, что между Китаем и Россией нет полной гармонии, и что работать с Китаем – это не очень легкое занятие, но, что называется, не дожируй, быть бы живым. И если будет ощущение у так называемых авторитарных стран, которые являются великими ядерными державами, и у которых огромный потенциал не только экономический, но и военный, если у них будет ощущение, что Америка представляет для них немедленную угрозу, то я не думаю, что результаты, результаты, которые, вот такая фронтальная атака на великие державы, что результаты понравятся Вашингтоне, потому что неизбежно это будет означать, что у Китая и у России появятся немедленные, а общие интересы, причем такие интересы достаточно фундаментальные, которые помогают, по крайней мере, временно игнорировать любые противоречия. Дмитрий, и последний вопрос, и так злоупотребил Вашим временем, а почему американцы так на тему «Северного потока-2» напрягаются? Почему они влезут в какие-то вопросы коммерческие, страннейшие? Это, ну, со стороны выглядит, ну, как-то, ну, совсем примитивно. То есть последнее, что думали, что капитализм, честная конкуренция, и даже этот кит утонул. Владимир, это очень хороший вопрос, и очень сложный, потому что, вообще-то, если смотреть на ситуацию логически, то, конечно, Соединенным Штатам не нужны дополнительные потоки газа, которые идут в Европу, и которые в какой-то мере находятся в конкуренции с тем, что производят сами Соединенные Штаты, но вот объяснить этим экономическим противоречиям интенсивность американской позиции очень и очень трудно. Мне кажется, что вот есть такое хорошее русское выражение «залупились». Вот такое ощущение, понимаете, вот мы вам сказали, причем не только России, но и европейцам, мы вам сказали, мы вам по-хорошему сказали, вот не надо этого делать, а вы нас не слухаетесь. И, по-моему, это вызывает такую эмоциональную реакцию, которая как бы идет дальше, чем того требуют реальные американские интересы. Но вы помните, как у русских купцов было выражение «ты моему нраву не препятствуй». Вот такой подход «ты моему нраву не препятствуй» стало в какой-то мере подходом американской элиты в период триумфализма. Нет ли общего между Афганистаном и Украиной для Америки? Потому что я смотрю, ведь реально между режимом «Гони» и режимом «неважно, кто сейчас во власти, был-то Порошенко или Зеленский, очень много общего. И тот, и другой режим насквозь коррупционны. Они оба коррупционны. Они оба, как в Америке прекрасно знают, неэффективны. И они оба представляют опасность для Америки. Совершенно разного рода. Опасность в Афганистане состоит в том, что те, кто им управляют, могут либо предпринять правдебные действия против Соединенных Штатов, либо предоставить свою территорию для терроризма. Что касается Украины, я не знаю, какие у Соединенных Штатов там реальные интересы, кроме как сдерживание российской агрессии, которая, мне кажется, никак не произойдет. Если Соединенные Штаты будут доказывать Украине, не только словами и делами, что, в общем-то, нужно в отношении России занимать более сдержанную позицию. А вот если Украина потеряет начисто рассудок, а мне кажется, что у некоторых ее руководителей, я уже даже не знаю, можно сказать, головокружение от успехов, по-моему, особых успехов у них нет, но у них какое-то совершенно мне непонятное нахальство. У них какое-то ощущение, ну, знаете, взорвавшегося к холопа, которому кажется, что ему все простят. Знаете, такое вот ощущение маленького хулигана, который на кого-то лезет, потому что он знает, что за ним стоят трое больших людей, больших и сильных, и что его не позволят обидеть. Вот если Украина будет вести себя подобным родом образом, то вот тогда она может нарваться на реальную угрозу. Потому что я не знаю, до какой степени украинское руководство понимает, что если они отбрасывают Минские соглашения, то, в общем-то, они отбрасывают то, что обязывало Россию проявлять сдержанность на Донбассе. И последнее, что я вам скажу, украинский аргумент, что они могут не соблюдать Минские соглашения, потому что они были подписаны после Лавайского котла, когда Украина была в очень сложном военном положении. Но вы знаете, Владимир, это аргумент, который использовал один видный европейский политик, его звали Адорф Гитлер, который говорит, что он имеет полное право отвергнуть Версальский мир, потому что он был подписан с позиции сладости, был навязан. Когда страны подписывают соглашения, они не могут занимать позицию, что они будут соблюдать эти соглашения, только пока им это удобно. Браво!